Нервная система сейчас очень сильно пострадавшая, я должен пройти серьезную реабилитацию, после чего я также продолжу работать с журналистикой, потому что те проблемы, которые сегодня существуют в нашем обществе, я всегда ставил задачу именно так, кто, если не я, если каждый будет в стране оборачиваться, закрывать глаза на то, что происходит в стране, то скоро от этой страны ничего не останется. Ваша свобода не означает, что вы оправданы, вас обязали выплатить 124 тысячи суммуни, еще вам предстоит заплатить 80 тысяч суммуни. Мы уже в первый же день своего освобождения, я уже дал интервью, я сказал, что я буду идти до конца, чтобы доказать свою невиновность, вплоть до гаакского суда я могу дойти. В принципе, уже кассационные следующие инстанции адвокаты мои подготовили, вроде бы сегодня-завтра мы должны это уже вручить. Но вы верите в то, что добьетесь успеха? Я, честно говоря, уже сомневаюсь, потому что две инстанции суда, когда прошло, и фактически без изменений, потому что вторая инстанция только заменила срок на штраф. То есть после того, как мы погасили якобы этот ущерб, в кавычках, то они фактически ничего не изменили. Поэтому в Таджикистане практика такая, я сам как журналист знаю, вот 9 месяцев сидел, я там видел очень много людей, которые там обвинялись. И они также подавали 2-3-4, 2-3-4 кассационные жалобы во всей инстанции. И когда после двух фактически инстанций, то есть первой и второй, судебные решения остаются неизмененным, дальше фактически ничего не решается. Очень редко и редко, но я надеюсь, что вот этот редкий случай меня коснется. Это просто принципиальная позиция. В Таджикистане дела, связанные с коррупционными обвинениями, не редкость. Но как так могло произойти, что чиновник из областной администрации добился осуждения журналиста аж на 12 лет тюрьмы? Ну вот этим можно как раз и показать тот уровень, куда скатывается Таджикистан, потому что несколько лет назад или, например, 10 лет назад, я писал очень критические статьи, выявлял этих же коррупционеров, других правонарушителей на очень высоком уровне, практически на самом высоком уровне в Таджикистане. То есть это были большие чиновники, и все адекватно реагировали, как-то возбуждались уголовные дела, увольнялись, сажали в тюрьму. Но вот в течение 17 лет моей журналистской деятельности, вот сегодня мы подошли к тому, что оказывается, это все-таки мелкий чиновник, один мелкий чиновник смог вот это все организовать и вплоть до сюда довести. Когда вы находились за решеткой, члены команды КВН не особо старались вам помочь выйти на свободу. Потому что статья 189 «Разжигание межритнической розни» была и в отношении всей команды, это около 30 человек. Их тоже все это время гоняли, допрашивали, оказывали давление, еще на стадии проверки оказывалось на них моральное давление. Кто что может сказать, когда вся команда находится под следствием, а их главарь, то есть я нахожусь вообще под арестом. Кто что может сказать в этом случае? Вы сказали и такое мнение, что возможно было бы лучше для всех вас, ради сохранения команды, пойти на сделку. Чтобы этот конфликт не раздувался, если было бы у них такое желание, они бы сразу этот вопрос решили. Потому что фактически те недостатки, которые якобы были, то есть это вот исчезнущий отчет, который впоследствии я доказал, что глава управления МОС специально его уничтожил. Я его восстановил, я предоставил это прокуратуре. И это было сделано еще в июне прошлого года. Но, к сожалению, после этого они начали копать дальше. То есть сначала претензия была только то, что нет одного отчета. Потом они после, когда я это вовремя восстановил, они начали копать, давайте будем с начала года сколько игр. Потом они когда там тоже, видимо, ничего не нашли, они прошлогодние, то есть 2016 год подняли. А потом сказали под конец, что мы будем проверять всю вашу четырехгодичную деятельность. Я и в суде и говорил, где вы видели преступника, который каждый день сам ходит в прокуратуру и стучится к ним в двери. Пожалуйста, пораньше завершите свою проверку. Как к вам относились в СИЗО? Никакого давления в моем отношении не было, потому что с первого дня уже буквально с момента ареста и прокуратура знала, кого они арестовывают. И я три дня был в изоляторе времени на содержание агентства по контролю за наркотиками. Кстати, достаточно уютное, хорошее место. Ну, по сравнению с теми ИВС, которые я слышал, другие. То есть там было отопление, в три дня я там был один во всем ИВС, и три дня для меня работало отопление, потому что это был уже декабрь. Вот самое сложное, это когда человек один, потому что, а когда людей много, то есть день проходит быстро. Когда мне перевели в СИЗО, там уже тоже все знали, потому что шум, который поднялся вокруг меня, мне потом это рассказали уже адвокаты, родители. У меня карьера начиналась на телеканале Азия в 2001 году. У меня была рубрика в одной программе, правовой, и у меня там была рубрика «Ваш домашний адвокат». Я когда уже в СИЗО, я говорил, когда консультировал, я сказал, вот была такая история, теперь я стал ваш тюремный адвокат. Вот, потому что многие из них не имеют вообще никакого правообразования, и тем более у них нет средств для вообще, чтобы нанять адвоката. Соответственно, как бы у них не было элементарных, они не знали элементарных прав, и я в этом плане многим из них помогал. Вы были в курсе, что о Вас хлопочут друзья, правозащитники, Ваши коллеги? Да, постоянно это было, я же говорю, и адвокаты передавали, и родители, плюс у нас как бы в каждой камере есть радиоприемник, мы можем как бы слушать новости, и в основном 3-4 радиостанции Таджикистана, они регулярно передавали всю информацию обо мне. То есть, во всем следственном изоляторе тоже, во всех камерах есть этот, и все знали, что здесь сидит Хайролу Мерсейдов, они как бы, я там был достаточно популярной личностью в самом СИЗО. Часто бывает так, что пережившие, подобно Вашей истории события, люди впадают в депрессию, даже покидают страну. Во-первых, я должен расплатиться со штрафом, потом просто побыть с семьей, с друзьями. Если каждый человек в Таджикистане после мелкой проблемы будет бросать Таджикистан и уезжать, кто здесь останется и кто будет строить тот же Таджикистан, который мы все хотели. То есть, тогда уже это будет не страна, это будет просто страна только тех, здесь останутся только те, кому здесь выгодно, и те, которые живут здесь, скажем так, по своим правилам, а не по тем правилам, которые у нас написаны в Конституции и во всех остальных кодексах. Соломат башет, во муафа башет.